С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Во Дворце Республики в Алматы состоялся галоконцерт «Оперомания» – мероприятие, проходящее в рамках года Алматы, культурная столица стран СНГ. Это уже второй подобный концерт, призванный популяризировать классическое искусство – балет и оперу. На сцене выступил уникальный арт-проект – тенора 21 века. Российскому музыканту и продюсеру Дмитрию Сибирцеву удалось собрать ведущих теноров крупнейших московских оперных театров – Государственного академического Большого театра России, Московского академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко и Московского театра «Новая опера». В прошлом году мы проэкспериментировали, сделали первый фестиваль «Оперомания» в концерт «Формат». И концепция его была заложена в то, что это прежде всего лёгкое знакомство с классической музыкой. В этом году также работают два оркестра на сцене, новые постановки, новые солисты. В концерте также приняли участие одни из самых востребованных оперных певиц Казахстана – Дина Хамзина и Лада Кысыкова. Вместе они исполнили баркаролу из оперы Жака Афенбаха «Сказки Гофмана» и дуэт «Двух кошек» Рассини. Сейчас все находятся в поиске сплотить все возможные виды искусства, максимально приблизить к народу, сделать, что называется, шоу максимально ярким. Изначально вообще опера – это такой жанр, где есть и скульптура, и живопись, и драматическое искусство, и пение, и танцы, и хоровое исполнение. То есть уже изначально синтетический жанр. И сейчас мы его стараемся сделать, так сказать, популяризировать, что ли, приблизить к народу. В рамках гала-концерта «Оперомания» алматинская публика имела возможность насладиться не только оперным искусством, но и познакомиться с выступлением имперского русского балета под управлением Гедемина Сатаранды. В этом году, конечно, безусловно, открытие будет и такая мировая премьера. Это композиция от Рассазы, которая играет отрывок из «Князя Игоря Половецкие пляски». Это впервые, пожалуй, в истории народных коллективов, которые играют на народных инструментах, будет премьера Половецких плясок. Мало того, они не просто играют, они играют это с хором и балетом. Аккомпанировал оперным и балетным исполнителям крупнейший музыкальный коллектив Казахстана Государственный академический симфонический оркестр. Кроме этого, на сцене «Готоп» имени Абая в этот вечер выступил Академический фольклорно-этнографический оркестр от Рассазы. В столице отметили день рождения известного поэта и писателя Мукагали Макатаева. Вечер прошел на сцене Казахского музыкального драматического театра имени Конышпаева и стал настоящим праздником поэзии. Мероприятие прошло в формате конкурса начинающих поэтов. Авторы представили на субпублике стихотворения собственного сочинения, посвященные несравненному Мукагали. Я сама работаю в школе, и мы получили приглашение на этот прекрасный конкурс. Меня очень обрадовало, что мероприятие посвящено Мукагали Макатаеву, и я сразу же отправила заявку. И теперь я участница городского конкурса такого масштаба и могу продемонстрировать свой талант. Победитель этого конкурса получит возможность продемонстрировать свой талант на республиканском уровне. Предположительно, состязание среди лучших поэтов страны пройдет летом этого года. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это была программа «Новости культуры». Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok